так же видна картинка да да видно хорошо так значит ну давайте я буду рассказывать такую интересную задачу предложили коллеги александр сергеевич кузнецов и иванович ровно российскую олимпиаду вот есть треугольник знаете скажу обозначу его abc и из его вершин провели три синих луча и симметричные относительно бисекты соответствующих углов и красных лучах синие лучи образовали треугольник как видно на картинке и красные тоже образовали надо доказать что есть одна из записанных окружностей около синего и красного касается окружности abc то и вторая тоже касается так но как решают такие задачи это поговорить там в книжке можно поставить какие-то задачи с есть такой знаете прием в геометрии распространенный выход в пространство а там используется прям выхода в космос по-английски это одинаково звучало бы был бы каламбур но реально там что-то такое рассматривается что по-моему обычный человек вроде меня никаких идей нет почему вообще надо рассматривать именно такой это какое-то пересечение по вот таких окружностей вот это 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 . еще две такие вот почему-то мне надо делать инверсию вообще непонятно но может быть кто-то кто умеет такие решения придумать расскажет про это и вы этому научитесь меня это очень загадочно я расскажу решение более жизненное так вот окружность естественно будем считать единичный вот эти точки я уже обозначил abc давайте вот эти точки пищи скажем синих учаясь окружности обозначим альфа-бета-гамма ну это альфа это соответственно бета это понятно никакие не углы треугольника точки на личной окружности альфа-бета-гамма ну тогда вот для красных лучей вот эта точка это будет что-то понятно да это 20 делить на альфа ну вот потому что вот такая дуга она соответствует частому выделить на вот эту вещь альфа делить на все она рано вот такой дуги альфа делить на c секунду я поставлю муть уведомление чтобы они нам не мешали сейчас секунду settings так короче все нотификации так вот так нету так я тоже сделал не надо это не надо все короче попросил ни о чем мне не сообщать окладно надеюсь что я правильно сделал хорошо так продолжаем и так значит это получается бы делить на альфа но аналогично вот это будет обыделить на гамма и вот это будет 90 . отсоединить на бета но вот нас есть условия которые обозначают фи это условия касания от a b c альфа бета-гамма мы хотим поверить что это равносильно условию фи от a b c bc на альфа а b а c а цена бета-гамма так ну хорошо ну вот какие-то у этого физики очевидные симметрии да например можно менять местами а и альфа менять местами бета-гамма с местами c и гамма но можно умножать их все разом на одно какое-то число лямбда на единичной окружности лежащие это будет соответствовать повороту но можно менять пары например там а альфа поменять местами с б бета-гамма это очевидные какие-то симметрии естественно не хватает для установления такой симметры давайте симметрию нарисуем на картинке схематично вот примерно таким образом у нас есть окружность она разделена на шесть дуг и мы соединяем противоположные дуги давайте я напишу здесь цифры 1 2 3 4 5 6 и тогда это симметрия она означает то что мы местами вот скажем если вот эти точки оставить остальные заменить на и загональность ну понятно вот на такие как сказано в условии эти буду называть их заканально сопряженными хотя это не совсем правильно такая перестановка вот эти точки остаются и вместо 112 у нас другом порядке будет 12 дальше будет 56 а дальше будет хорошо то есть вот для таких циклических перестановок чисел понятно что важно именно циклическая перестановка этих один два три четыре пять шесть и вот оказывается что для такой для относительно по песновке условия инвариант на самом деле там верно немножко больше чем просто инвариантные именно условия касания именно верно что углы между этими парами окружности равны ну это доказывается на заме примерно так же я я буду рассказывать именно по условия касания технически немножко проще хорошо давайте смотреть вот давайте это преобразование повторим ну раз уж относительно него и симметрия но если мы будем повторять выделяя те же самые три точки мы естественно ничего нового не получим правильно потому что здесь будет но мы вернемся в исходную картинку поэтому давайте мы другие поменяем вот 25 поменяем будет 52 я уже не буду рисовать точки будет только цифры 52 потом 36 и потом 14 в это что такое получается что это было на этом уже так смотреть вот у нас было вот если бы мы в обратном порядке написали изменение порядка разумеется тоже это свойство не меняется давайте напишем в обратном порядке один два три четыре пять шесть вот здесь видно что мы сделали или даже это неважно мнение в обратном не нужно извините мне показалось что он обратный обратно можно писать на нам это не надо так смотрите вот у нас 16 разобьем на пара 16 два три четыре пять когда получается что мы две пары просто переставили местами да вот как бы как единое целое 16 оставили после этого должно было бы выйти 5 4 если мы идем в этом направлении все-таки надо в обратном порядке что-то надо в обратном извините я по порядок это очень сложно так давайте нарисуем обратном порядке 16 5 4 и 2 3 вот вот это это исходный в обратном порядке все-таки в обратном я зря стирал все все правильно вот это обратный порядок и что мы здесь сделали мы выделили вот эти пары 1 6 2 3 4 5 и 2 из них поменяли местами правильно вот здесь стало 16 здесь 2 3 на 2 деления повернулась а потом 45 вот хорошо итак такие образы получается что есть утверждение задачи верно то вот какая еще есть андрей короче если у кого-то вопрос это задавается хорошо теперь давайте посмотрим наоборот предположим что нам кто-то пообещал что есть такая симметрия когда мы можем разбить на парке 200 переставить давайте теперь два раза повторим ну вот например теперь вот мы разобьем на парке естественно по-другому то есть вот так вот 14 вот такое разбиение вот такое разбиение и поменяем такие две пары местами что у нас тогда получится у нас получится давайте нарисуем 14 потом вместо да потом должны эти 36 а потом должны эти 52 но кажется это просто означает что мы просто разбили на пары ну короче то вот это вот в обратном порядке правильно вот это вот одна из аганаль в обратном порядке таким образом что получается что если мы давайте такое преобразование называть из аганалью это только которая задача да надо доказать что наше преобразование симметрично из аганалью а вот это будем называть когда мы разбили на пары и две из них переставили не знаю большой сдвиг вот оказывается что два большие две из аганали дают большой сдвиг а два больших сдвига дают и загональ поэтому неважно что из этого доказывать мы будем доказывать и мы будем доказывать именно про большой сдвиг ну на самом деле почему именно так надо мы от его и не знаем просто мы пытая будем писать формулу и получится что из аганалья непонятно доказывает только большой сдвиг сразу почему-то доказывает почему так происходит я не умею объяснять так ну хорошо он большой сдвиг и то есть две из аганали можно так понимать что вот мы вот место мы сравниваем две вещи один раз если мы сделали из аганаль вот для этой тройки вершин то есть поменяли вот так 4 и 1 2 5 6 другой если мы сделали из аганаль для другой тройки вершин но тогда будет какой порядок вот эти вот вершины нас остаются на месте а здесь дальше мы меняем до встречается 61 потом 45 потом 2 ты ничего не перепутал сейчас 61 потом 45 вот если с этими вершинами делать 1 2 потом 56 потом ты 4 так если с этими теме делать то получается 12 потом 56 потом ты 4 так что ты начинаешь сходить с ума понемножку давайте так ну хорошо значит окей да вот это из этого получается большим сдвигом да давайте заметим это но плюс еще отражение просто здесь вот пары 25 потом 6 и потом 41 дайте буду писать пары 25 потом 63 потом 41 а здесь если я пишу пока в другом порядке это получается 25 потом 41 потом 6 то есть мы просто две пары поменяем таким образом мораль такая то есть вы делаете из аганалии относительно одной тройки относительно другой тройки то две полученные штуки отличаются как раз большими стригом поэтому я доказывает на самом деле буду такое то что вот если я делаю из аганалии относительно одной относительно другой то получается у нас сильные условия и от альфа-бета-гамма здесь дальше что отцы итак далее альфа-гамма делить на б-это альфа если нации что я пишу несколько напишу доната не альфа-бета делить на С, а гамма-бета делить на А. Вот. Гамма-бета, ну понятно, в общем. Короче, вторая изоганаль. Так, хорошо. Ну и именно это я и буду доказывать. Вот это вот. Федор Владимирович, можете еще раз пояснить, почему нам именно это нужно доказывать? Давайте смотреть. Я вот я знаю, что вот это условие, это как раз вариантность относительно большого сдвига. Потому что эти две картинки, которые получаются, если сделать одну изоганаль, если сделать другую изоганаль, ну вот это как раз две изоганали. Вот это я делаю изоганаль в точках А, Б, С, а это в точках альфа-бета-гамма. Они как раз отличаются большим сдвигом. Вот здесь у меня, я сделал одну изоганаль, у меня получилось такое, такой порядок, да? Значит, 1, 2, 5, 6, 3, 4. А здесь я сделал такой порядок. Да, вот эти пары переставил. 1, 6, 5, 4, 3, 2. Ну, я говорю, то, что у меня одна штука из другой получается большим сдвигом с точностью до обращения порядка. Потому что здесь вот пары 2, 5, 6, 3, 4, 1. А здесь пары 2, 5, 4, 1, 6, 3. То есть я две пары переставил. А как мы уже обсудили, два больших сдвига почему-то дают изоганаль. Угу, понятно. Во, хорошо. Так, теперь мне нужно файл. Интересно, а здесь можно увеличивать лист? Кто-нибудь умеет пользоваться этой конторой? Владимирович. Да. А можно, простите, пояснить, почему перемена мест точек на окружности – это вот то условие. Ну, короче, почему изоганаль – это то условие, которое нам нужно доказать. Ну, как, ну вот эта точка альфа для синего луча, для красного будет bc делить на альфа. Это надо пояснить, почему. Нет, нет, нет. Ну, мы же вот изоганаль – это мы просто перенумеровали точки, разве нет? Нет, еще раз. Нет, изоганаль – это вот такое отображение, что мы поменяли порядок дуг. То есть вот три вершины мы зафиксировали, они разбили шесть дуг на пару, и мы в каждой паре сделали транспозицию. Это как раз и означает замена синего луча на красный. Ну, вот у вас бы здесь была дуга две дужки, здесь вот такая вот дуга b альфа, а теперь они в другом порядке идут. Здесь две дужки, а здесь такая длинная. Все, да-да-да, спасибо. Так, хорошо. Так, редактировать изображение, размер изображения полотна. И что? Нельзя увеличить его автоматически. Да, ну ладно, хорошо, давайте тогда новый такой статкой файл. Так, это мы, скажем, сохраним. Так, после чего назовем, не знаю. 11.8.1. Файл создать. Вот, хорошо. Значит, мы продолжаем. Итак, ну, короче, вот у нас есть окружность. Давайте я буду писать теперь условия. Фиата альфа, бета, гамма, начнуты условия касания. Вершина АБЦ. Красивая картинка, она была только для иллюстрации. Как вы уже могли догадаться, я никакой геометрии не знаю. И ничего геометрического, соответственно, не использую. Здесь альфа, бета, гамма, бета. Так, мы провели вот такие прямые. Вот, и условия, то, что вот такая окружность, образованное имя, касается описанной, ну, единичной. Так, ну, давайте смотреть. Значит, как получить уравнение окружности, описанного треугольника. Давайте сначала прямую. Значит, прямая альфа, дайте я назову ее ла от z. Это вот такое у нее уравнение. А альфа z с чертой плюс z минус а минус альфа. Ну, вот это равно нулю. Это прямая альфа. Ну, очевидно, что на ней лежат точки. А и альфы, раз это линейное уравнение, значит, это прямая. Ну, вот если вы поставите в качестве z, а, то вот это а на а с чертой, то это будет единица, будет альфа плюс а минус а минус альфа, это 0. Вот. Ну, ладно, это я, допустим, знал. Ну, если ты не знал, не очень сложно было бы написать уравнение прямой через две точки, да? Ну, хорошо, аналогично у меня есть уравнение lb от z. Так, это я пока пишу уравнение прямой. Так, и lc от z. Так, и дальше мне надо написать уравнение окружности описано около треугольника, который они образуют. Так, как же это делают? Ну, естественно, не надо искать точки их пересечения и ходить через точки окружности. Да, давайте поймем просто, как устроено, как может быть устроено это уравнение окружности, чтобы оно проходило через поправные точки пересечения. Какие мы знаем конники, которые проходят через эти поправные точки пересечения? Ну, вот, например, la умножить на lb, правильно? Ну, и аналогично la умножить на lc, lb умножить на lc. Это будут кривые второго порядка, ну, каждая вырожденная, да, просто в произведении двух прямых. И они через эти точки проходят. Ну, соответственно, давайте подберем коэффициенты, чтобы в сумме получилось сравнение окружности. Ну, давайте подбирать. Ну, значит, что такое будет уравнение окружности? Уравнение окружности там не должно быть z в квадрате и не должно быть z с чертой в квадрате. А z на z с чертой разрешается и линейные члены разрешаются. Ну, значит, давайте на что-нибудь здесь домножим, чтобы сократилось z в квадрате и чтобы сократилось z с чертой в квадрате. Ну, в общем, легко понять, что домножать надо на 1 на а альфа минус 1 на bb. Ну, и плюс аналогично дальше по циклу. Ну, вот это уравнение окружности, потому что коэффициенты при z в квадрате сократились, потому что циклическая сумма этих людей равна 0. И коэффициент при z в квадрате тоже сократился, ну, потому что если умножать, например, на а а а а а а б бетта, это у меня будет разность а а а а минус b бетта, ну и по циклу все сократится. Так что, видите, все без вычислений. мы написали ровнение окружности входящий через точки вот эти вот и точки пересечения так ну хорошо теперь надо написать уровне условия что так уж и спасается единичным ну давайте смотреть вот эту давайте вот это какой-то коэффициент назовет чертой плюс какие-то линейные члены и мы хотим чтобы это уравнение уравнения минус 1 равнялась нулю дайте обозначим это как не знаю аж от z мы хотим чтобы система таких уравнений аж от z и за 2 минус 1 равна 0 имела единственное решение правильно ну что это означает ну давайте вычтем из первого уравнения 2 умноженное на каппо ты марш от z минус каппо на z с чертой минус 1 мы заметим получим уравнение прямой да потому что за чертой сократилась при условии что за чертой единица это уравнение прямой и она является квадратным если вы на z до множить вот ну потому что качестве качестве за чертой можно сразу писать единицу поэтому это будет подарка уравнение дайте я назову его f от z что ты квадратный трехчлен и условия касания то что люди скиминант равен единица косите нулю конечно значит условия касания ну почему это условия касания ну потому что легко видеть что его корня но если она имеет единственное решение дата она на единичной окружности наоборот если решение на единичная короче какие то нужно короче мысль такая что произведение корней этого квадратного трехчлена она будет равна единице по модулю потому что у аж коэффициенты презентации с чертой они одинаковый ну давайте аж подробнее напишем там капа за чертой плюс не знаю там какое-то п на z плюс q на z с чертой плюс р ну вот у п и q одинаковые абсолютные значения потому что так устроена жизнь уравнение окружности ну а не я пустоте она как писалось да то что там z минус центр умножить на сопряженное число равно констанция ну как видите коэффициенты презента с чертой они тут комплект на сопряженные того чтобы на что-то умножить все у них останутся равные модули вот ну и когда мы на z умножим это будут как оставшие коэффициенты свободный член поэтому он получил что произведение корней лежит на единичной окружности вот но из этого следует что если корень один тонн единичной окружности и значит там касание а если и наоборот что если есть касание то на единичной окружности один корень и значит второго корня просто нету нигде больше после их произведения или тоже на единичной окружности но и значит хорошо а можно вопрос да вы сказали изначально то что в начальной задаче можно заменить касание на равенство углов соответственно тут нужно немножко больше слов говорить на эту тему ну то есть на самом деле вот мы получим это премиальное тождество что как бы одно условие относили на другом и дальше просто давно расчена будут равны но и дальше видимо просто вот это значение этого многочлена это и будет угол ну или какая-то функция от него на такие что дополнительных объяснений в которой сейчас не хочу вдаваться это мы осмотрим только условия касания ok и так дальше дискомиданта фаз wanted остtoi дискоминан ты centum и нанде ну как бы написать дискоминант но этот член фазет его не очень приятно считать потому что надо сначала посчитать к его нормально потом четко вычесть потому что дискоминант это фу давайте попробуем написать условия гиб SaiWiner знаю значение вот смотрите я например знаю значение чему равняется f от а давайте напишем f от а ну вот прямая а в точке а она просто равна нулю наоборот lb и lc сейчас или а в точке а равна нулю правильно говорю поэтому вот эти два человека или а или б или альц они обнуляются поэтому это получается 1 на б бета минус 11 грамма на эльбэль цель бы от альца это правильно так но что там еще надо сделать надо вычесть потому что мы читаем она полезно что . это 0 поэтому можно и не вычитать и надо на z умножить да то есть умножить так но теперь осталось понять какое условие что дискриминант квадратного 3 члена равен нулю если мы ставим его значение в точках обоится ну как это он этот как можно смотреть можно честно его написать применив не знаю таблиционную форму лагранжа а можно такой применить трюк дайте скажу ответ значит условия такое что то что точки фото на начале касания такое фото на б минус квадрате мминус квадрате pulse а цена а минус б в квадрате вот условия такое то что там плюс минус курение за этого и плюс минус курение за этого плюс минус курение за этого ну bubble Donna колене з этого Опять же, без вычислений. Извините, можно еще раз? То есть, если есть квадратный трехчлен и F от А, и F от B, F от B. Да, значит, то, что дискриминант F равняется нулю, равносильно тому, что вот такая вещь равняется нулю. Значит, да, я тебе напишу отдельно. Это такая Ти-М, а по квадратные трехчлены. Ну, давайте смотреть. Ну, во-первых, вот если дискриминант F равняется нулю, то тогда F можно считать F от Z. Это какая-то там константа умножить на Z-Z с ноликом в квадрате. Правильно? Ну, C плохо, другая константа. Не знаю, право. Вот. И вот если мы это сюда подставим, то здесь коинь будет, ну, поскольку у нас плюс-минус, я могу сам выбирать знак корня, ну, давайте это будет кое-не-сталу, везде один и тот же. Умножить на Z-Z с ноликом на B. Z это A, да? A-Z с ноликом на B-C. A минус Z с ноликом на B минус C. Ну, и давайте дальше знаки выбирать так, чтобы было по циклу. плюс B минус Z с ноликом на C минус A, плюс C минус Z с ноликом на A минус B. Ну, и это действительно равно нулю. Это мы в одну сторону поняли. Ну, в другую сторону, то, что это именно равносильно, ну, можно как-то понять, что вот, смотрите, если мы все эти вещи перемножим, а мы все равно сейчас это сделаем, то мы получим квадратичное условие на F от A, F от B, F от C, однородное. Ну, условие, что дискриминант равен нулю, оно тоже квадратичное, однородное, относительно коэффициентов многочлена F. Но коэффициенты линейные выражаются через значения. Ну, поэтому эта квадратичная форма будет именно отвечать дискриминант. То есть, как у датичной формы не могут одна на другую делиться с нитериальным частным, да? Хорошо. Во, окей. Так, ну и теперь надо эти вещи перемножить. Ну, и что мы тогда получим? Ну, а, кстати, можно и не перемножать, наверное. Ну, ладно, ну, конечно, давайте перемножим. Хотя, на самом деле, мне кажется, да, сейчас все будет настолько симметрично, что можно не перемножать, просто хватит симметричности этого условия. Ну, в принципе, хорошо, давайте я вот здесь вот отдельно напишу какую-то... Значит, лему, значит, плюс-минус корень из x плюс-минус корень из x плюс-минус корень из x плюс-минус корень из z равно нулю, равносильно тому, что x квадрат плюс y квадрат плюс z квадрат равняется 2 на xy плюс z плюс zx. Ну, это те, кто, когда-то раскрывали скобки формули Герона, все знают про эту формулу. Ну, а те, кто не... Потому что там как раз перемножается, да, плюс-минус a, плюс-минус b, плюс-минус c, где-то со стороны треугольника. Вот, и получается 2 на а квадрат б, квадрат плюс и так далее, минус a в четвертой, минус b в четвертой, минус c в четвертой. Ну, хорошо. Ну, на самом деле, нам действительно важно просто, что это симметричное условие, действительно, x в четвертой. Так, ну, давайте смотреть. Давайте посчитаем, чему равняется f от а. На самом деле, тут... Потому что я рассказываю, хорошо, что вычислений почти нету никаких, но f от а мы все-таки посчитаем. Лб от а. Лб от а. Это, мне кажется, получается b минус а на бета минус а делить на а. Похоже на правду. Ну, так, если сюда а подставить, то, кажется, так получится, да? Вот. Ну, и, соответственно, мы можем написать то, что f от а умножить на b минус c в квадрате. Это что нас интересует, да? Равняется. Ну, давайте писать b минус c в квадрате. Напишем. Дальше. Вот эта вещь. 1 на b бета минус 1 на c гамма. Это будет c гамма минус b бета. Значит, здесь в знаменателе будет bc бета гамма. Так, и дальше надо писать lb от а, lc от а. Так, дальше еще на а на одно надо умножить. Так, ну, вот здесь у нас будет одно а, два а будут в знаменателе, из lb и из lc, и одно а в числителе. Правильно, одно а в числителе, оно вот. Значит, это получается всего одно а в знаменателе. Так, c гамма минус b бета, так, ну и на разности b минус а на бета минус а на c минус а на гамма минус а. Так, правильно. c минус а, простите, хочу написать. c минус а. Так, ничего я не перепутал. Так, ну, давайте вынесем что-нибудь за скобки. Значит, ну, вот то, что симметрично относительно a, b, c, его можно выносить правильно, потому что оно будет одно и то же во всех трех, и сразу на него сокращать, потому что однородное условие не меняется при выносе общего множителя. Ну, смотрите, здесь можно вынести, например, такое, значит, b минус c на b минус а на c минус а. Так, вот эта вещь, сейчас, правильно, так, делить на а, b, c, альфа, бета, гамма, я добавил, умножил на альфа, умножить на альфа, на b минус c, одно оставил, дальше, c гамма минус b бета. Так, и дальше, что еще осталось, бета минус а на гамма минус а, правильно? Так, правильно ли я все вынес? Хорошо, значит, так же хочу сказать, что вот эта вещь она симметричная, но это очевидно про знаменатель, а про числитель это очевидно с точки зрения знака. Ну, давайте где-нибудь отдельно поймем, что он симметричен, ну, например, мы сдвинем все по циклу. Значит, вместо b минус c будет, например, c минус а, и умножаться будет на, вычитать смена до b, да, а минус b на c минус b. Ну, вот эта вещь, она совпадает с вот этой, потому что знак сменили два человека, c минус а остался, а два других сменили знак. Вот, поэтому это то же самое. Ну, у вас остался c минус а, а не стал а минус c. Чему у вас остался c минус а, а не стал а минус c? Так, сейчас. Значит, смотрите, я вот b минус c, это тот множитель, который надо циклически сдвигать. Я вот его циклически сдвинул в c минус а, правильно? А, да, окей, хорошо. А дальше надо из двух других а и c вычитать b. Ну, вот, я вот так и сделал. Да, хорошо. Так, это симметричная вещь, поэтому она нам не важна. Так, окей. Ну, хорошо. Ну, теперь, значит, вот в этой вещи, если бы мы, допустим, хотели решать исходную задачу, как, конечно, я с самого начала и хотел, здесь мы должны сделать замену, да, альфа на bc делить на альфа и так далее. Ну, давайте сделаем, посмотрим, что получится. Так, альфа надо заменить на bc делить на альфа. Так, ну, вот этого кулачка нам должно хватить. Ну, давайте смотреть. Значит, bc делить на альфа. Так, значит, b минус c остается тем же. Так, теперь c гамма минус b бета. Это c умножить на аb делить на альфа на гамма. Минус b бета, это, соответственно, b умножить на ац делить на бета. Так, и теперь другие штуки. Значит, вместо бета мы пишем ац делить на гамма минус а. И bc делить... Так, наоборот, b а делить на гамма. Так, ац делить надо на бета, не на гамма. Я бы сейчас неправильно написал. Так, ац делить на бета минус а. А здесь b а делить на гамма минус тоже а. Так, ну и давайте смотреть, что это такое. Так, значит, ну вот аbc мы можем сразу вынести. Это вот из этой скобки мы ее выношу. Значит так, дальше в знаменателе. У меня есть альфа и есть два раза бета гамма. Здесь вот есть бета гамма, здесь есть бета, здесь есть гамма. Так, теперь в числителе. Вот b минус... Значит, здесь вот у меня остается бета минус гамма. Здесь вот у меня b минус c. Так, здесь у меня c минус бета. Здесь у меня b минус гамма. Так, и что еще надо сделать? А в какой-то степени выносится. Здесь вот а. И здесь вот тоже а. То есть а у меня в квадрате получается. Правильно? Вот так. В кубе у нас из трех скобок а выносится. Нет? Ну, правильно. В кубе, да, а b и c в квадрате. Хорошо. Правильно. А, получается в кубе, а b и c в квадрате. Правильно. Вот одно а, b, c просто сразу вынеслось из этой скобки. Здесь еще одно b, c было. Поэтому b, c получились в квадрате. А получилось действительно в кубе. Из трех скобок она выносилась. Вот. Ну, то есть таким образом получается такая вещь. Это, короче, какая-то константа. Типа а, b, c, 9, альфа, бета, гамма в квадрате. Константа, в смысле, не зависит от того, что я дальше буду статистически сдвигать. Умножить на что? На а альфа. И умножить на что? Значит, я из пары b, бета вычитаю с гамма всеми четырьмя способами. b минус c на бета минус с, на b минус гамма, на бета минус гамма. Правильно. Ну, может быть, еще знак какой-то. Ну, вот я из b вычитаю с, из бета вычитаю гамма. Здесь я из бета вычитаю с, я сменил знак, значит, минус. Ладно. Минус. Хорошо. Во. Ну, все. На самом деле, мы решили задачу, да? Потому что вот это выражение, которое осталось, оно очевидно, но вариант относительно замены а на альфа, b на бета, c на гамма. Поэтому любое симметричное условие на эти вещи, оно не меняется при вот той замене, о которой мы говорили, что мы вместо этой языконали будем тут делать. Спасибо. Так, хорошо. Значит, ну, решение закончено на этом, если по нему вопросы. Можно на всякий случай еще раз повторить, где мы применили вот это, то, что мы доказываем для большого сдвига? Ну, вот мы доказываем то, что если делать изоганаль не в точках а, b, c, а в точках а, бета, гамма, то получится равносильное условие. А, окей. Ну, вот мы поняли, что изоганаль в точках а, b, c, она, это какое-то симметричное условие на вот такие вещи. Но в альфа, бета, гамма будет ровно на те же самые вещи. Да, логично. Вот, то есть, в изоганале так совершенно непонятно. И, то есть, доказывать, что этот многочлен, он почему-то инвариантен относительно замены вот такой, то есть, вот это условие, оно одинаково для этих чисел и для этих, я вообще не знаю, как. Ну, то есть, как-то можно, то есть, там можно либо приятного значения, либо приятного коэффициентов. Ну, короче, это все как-то довольно мучительно. Ну, там, вот на российской олимпиаде Максиму сравнительно культурный способ придумал, как это проверять, но все равно там нужна какая-то работа, немаленькая. Вот, если доказывать именно ту симметрию, то она получается сама собой. То есть, таким образом получается, что наше условие, оно симметрично относительно такой бы дополнительный, как это назвать, такое мультипликативное отражение. То есть, вот если бы мы перейдем в экспоненциальные координаты, то есть, скажем, там, что ABC – это Е в степени и X, там, Е в степени Y, Е в степени Z, то на уровне X и Z это будет отхожение относительно какой-то плоскости. Я правильно понял, что у Максима решение вот приблизительно такое, но без дополнительного наблюдения. Да, ну, то есть, он доказывал, ну, он вместо этого тему кризис применял. Давайте я скажу, что есть такая тему кризис, что вот условие, что окружность касается окружности ABC, его можно так записать, что выполняются условия птолемея для таких вещей. Вот, во-первых, в сторону ABC – это как бы три расстояния, а дальше расстояние от точки до окружности – это степень точки относительно окружности. И вот для них должно выполняться условие ЦИАМ и птолемея вот как раз с этими знаками. И если написать условие темы кризис, то получится точность этого условия. Так что это то, что я рассказал, можно рассматривать как такую альтернативу темы кризис. А после этого, да, он в комплексных числах, какие-то умные переменные вел, чтобы по ним многочлен стал квадратичным по каждой переменной, из-за этого там можно было как-то схитрить, рассматривая разные значения. Но он не был симметричен сам по себе. А вот тут интересно, что если такой применить фокус, то он получается просто сразу симметричным. А на геометрической задачи, которая получается, вот если переформулировать вторым типом, ее кто-то там посмотрел или нет, просто так сходу не сообразить, что там должно быть. Ну вот вторым типом это что значит, что мы… Ну вот то, что у тебя сдвиг большой, да, он дает. Да, ну вот большой сдвиг – это что-то, что за преобразование такое. Что такое большой сдвиг? Мы должны вот эти две дуги применять вот на эти две дуги. Да, что это такое геометрически. Это не симметрия, да, это… Нет, ну хорошо, вот для точки С это симметрия. Правильно. Ну то есть, наверное, мы так делаем, да, вот мы точку С заменяем на симметричную, а после этого вот это разберение на дуги, тем не менее, сохраняем в том же порядке. Ну вот. Вот для таких точек. Ну вот, то есть две точки просто оставляем. Вот эту точку, на которой я тут, на этой дуге тоже оставляем, а вот остальные две точки меняем таким образом. Как это решать геометрически, я понятия не имею, но можно, конечно, сослаться, да, на то, что мы два раза применяем изогональ, а может быть можно как-то проще, не знаю. Потому что в итоге, варически, получилось гораздо проще, хотя, как мы с самого начала выяснили, это утверждение в ту же цену, в смысле. А есть ли еще вопросы? Ничего себе, сколько слушателей. Так, ну, хорошо, тогда все. Спасибо всем за внимание. Если что, ссылку мы выложим. Можно еще один вопрос? Да, все это, конечно. Вот вопрос такой, на самом деле, я думаю, что эта задача, если обобщение будет работать, если брать, ну, скажем, простейшее, если брать не треугольник, а четырехугольник, да? Ого, да. И брать, возьмем вписанный четырехугольник, например, да? Будем проводить четырехугольник. Попала связь. Ну, я не знаю, только у меня пропала связь. Нет, Федя, Федя, тебя не слышно, если что. Ну, просто Федя Нилов. Ну, вот, был какой-то интересный вопрос по четырехугольник. Ну, не знаю, может быть, где еще вернется. Он, конечно, давайте попробуем ему написать. А, он не находится в конференции. Ну, видимо, с интернетом, значит, проблема. Ну, ладно. Есть ли еще вопросы? Может, пока кто-нибудь другой задастся, Федя, появится. А для каких-то еще других конструкций, для треугольника это верно? Например, если вам вместо условия касания, соответственно, описанной окружности, возьмем какое-то другое условие, то может такой же метод пройти? Ну, смотрите, как бы любое условие, которое симметрично записывается в секрена, как фата умножить, например, минус c в квадрате, чтобы это не значило. Вот такое условие почему-то выдерживает замену пары изогоналий. Ну, и, значит, условие изогоналий, соответственно, тоже выдерживает. Ну, то есть, на самом деле, это, видимо, что означает то, что раз это любое симметричное условие, то, значит, видимо, просто верно то, что сумма этих вещей и сумма вот этих вещей, они совпадают, что там еще суммы квадратов совпадают и там произведения совпадают. Но из этого следует уже для любого симметрического многочлена, правильно? Ну, потому что мы же, на самом деле, гораздо больше доказали, да? Сейчас, можно еще раз? Что мы доказали? На самом деле, мы доказали для любого симметричного условия относительно... Ну, любой симметричный условие на эти числа вносить на любом симметричном и тому же самому условию на эти числа. Удивительно, да? Как так вообще может быть? Нет, или все-таки нет? Ну, то есть, нет, наверное, все-таки неверно, что у них совсем совпадают все функции, потому что это были бы тогда одинаковые наборы чисел, да? На этом, например, может быть, если, скажем, сумма в таком случае симметрические условия на одни числа совпадают с симметрическими условиями на другие. Ну, кажется, они должны отличаться все-таки умножением тогда на... на что-то. Они же не получаются. Не понятно. Сейчас. Не, ну хорошо, нет. Все-таки, например, на 1x, 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 1x тоже. Ну, и здесь я, конечно, что-то выносил. Ну, нет, ну, выносил это ладно. Это, значит, просто какая-то константа. Сейчас. Как в таком их получается? Или все-таки я там пользуюсь какой-то дополнительной симметрией типа полугода, которая здесь выдерживается не всеми... не... То есть все-таки сначала какой-то геометрии, хотя это реально я пользовался, да? Например, что можно обращать порядок точек. Этим я пользовался. И тем, что можно поворачивать. Но поворачивать это на алгебрическом языке значит просто, что условия однородны. А вот то, что можно обращать в порядок точек, это означает какую-то более хитло-алгебрическую замену. То есть, типа, это замена на 1x, 1x, ну вот такую замену. Вот. Поэтому... Ну, вообще, конечно, странно, да? Надо разобраться, что именно это означает, да? Все-таки вот для этого набора и этого... Не, ну, скажем, если сумма квадратов одинаковая, а сумма отличаются знаком, а нет, это будет начать с участием со знаком, да? Непонятно, да? Почему это совпадает? Ну, вроде ошибки нет. Там несколько людей так влияло, и вот действительно так получается. Ну, ладно. А, да, вообще, так, где-то загадка, но надо это понять. Хорошо. Ну, вот тут еще пользовались каким-то соображением вроде того, что числа на единичной окружности в комплексной, да? Это же то, что там что-то дополнительно дает. Ну, нет, это не дает, но любое минимальное тождество, которое верно когда точки на окружность, оно всегда верно. почему? Если у нас рациональное какое-то тождество там типа ладно, окей, наверное. ну, как бы, потому что окружность, она достаточно богатая. Ну, это как бы все равно, что сказать, что не напрямой, а как бы любой многочлен, который обращается в ноль, когда аргументы вещественные, он обращается и когда они комплексные. Ни каких нереальных полинемиальных тождества на окружности нет. Есть тождество типа это человек, который равно единица, но оно не полинемиальное. Хорошо. Все, тогда, значит, это остается в качестве загадки. Всего доброго. Спасибо большое. До свидания. До свидания.